Всем привет, с вами интернет-магазин Geek.ru И сегодня я хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона компании Sony Sony Xperia Z5 цифровой индекс E6653 Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Смартфон поставляется в белом, зеленом, золотистом и черном цветах Давайте посмотрим, что он из себя представляет и что входит в его комплектацию В данном случае у нас смартфон в белом цвете В комплектации идет гарантийный талон Зарядное устройство с выходом USB Током зарядки 1,5 А Кабель microUSB Также с технической документацией здесь идет Реклама Sony Информация сертификации Информация сертификации Показовство по запуску Смартфон представлен стандартом 4-факторе моноблок Дизайн в сравнении с предыдущей линейкой Z3 На мой взгляд переработали Здесь, как мы видим, кардинально изменилась эта заглушка Заглушка у нас находится там же, но Здесь нету порта microUSB Здесь слот для слота карта памяти И для nanoSIM То есть данная версия односимочная Порт microUSB переехал на заднюю часть Здесь телефон поддерживает протокол IP68 И порт теперь не закрывается заглушкой Что удобно его эксплуатировать Поскольку не нужно постоянно открывать заглушки И он закрыт Также на нижнем торце, как мы видим Есть специальный отзыв для шнурка Дисплей 5,2 дюйма С разрешением Full HD 1920 на 1080 Фронтальная камера 5 Мп И следы датчики приближения освещения На правой стороне у нас расположилась кнопка включения Также она датчик отпечатки от пальцев Качель громкости и клавиша вызова фото Два фронтальных динамика Сверху разъем 3,5 и микрофон Слева, как я говорил, специальный слот для Карты памяти и nanoSIM карты Металлическая По периметру идет окантовка Сзади у нас идет матовое стекло Основная камера 23 Мп со вспышкой Аккумулятор здесь несъемный 2900 мАч Значит показывает, что встроена Кэффициент она По бокам Вот именно в угла Пластиковые вставки В принципе сделаны очень красиво Хотя швы, конечно, наблюдаются По толщине аппарат 7,45 мм толщину В ширину 72,1 мм и в длину 146 мм Руки лежат удобно Благодаря своим граням Он не скользит в руке Как мы видим матовое стекло достаточно плохо Остаются отпечатки от пальцев Так что в предыдущей версии, напомню, там было глянцево И легко оставлять отпечатки Здесь они менее заметны Работает смартфон на операционной системе Android 5.1 С настройкой от Sony Приложение преимущественно Это сервисов от Google И специальные программы от Sony В частности Музыка Плеер Там знаменитый Валконский Удобный Красивый Также Здесь есть радио Но Стереогарнитура Или наушники Являются здесь в качестве антенны К сожалению Производитель не положил Стереогарнитуру в комплект Также Здесь есть В социальной сети Facebook Антивирусовая G-Protection Не забыли про Файл Commander Диспетчер файлов Office Suite Для просморта Word Excel Также SmartConnect Максон Дополнительный Браузер Защиту В принципе Достаточно много Различных приложений Как мы видим Чем может похвастаться еще Ну, угадай слова Viber Double Speed Для ускорения Sony Expert Store Появился Магазин PlayStation Никуда не ушел Который позволяет Дистанционно Играть Или Использовать смартфон В качестве второго дисплея Для PlayStation Поддерживать Конечно Играм Также Дурак Плюс Меню У нас По настройкам В принципе Ничего не изменилось Как мы видим Все Так же Памяти Здесь 32 гигабайта Доступно Около 18 гигабайт Для пользователя Благо, можно расширить С помощью карты microSD До 200 гигабайт Никуда не исчезли Так же Режим Стамена Ультра Стамена Все Опять же Красиво Сделано Интересно Также Можно настроить Посмотреть Что больше всего потребляет Наглядно Красочно Запас По дисплею Здесь По яркости Очень хороший Максимально Чтобы могли посмотреть Насколько яркий дисплей Сверхить В нем Интернете Очень удобно Несмотря на диагональ 5.2 Быстро открывает Сайты Напомню Что данный смартфон Поддерживает Сети статарцев 4G LTE Улучшенной версии И Так же Как мы видим Все четко Спокойно Можно Снять В интернете Четко Работает Никаких проблем Качество Дисплея Мы оценим Конечно На канале YouTube Как мы видим Канал позволяет 1080p Подбавить Разрешение В принципе По дисплею Очень Отличные У меня Комментарии Отличные Передачи цвета Хороший запас Как по яркости Контрасту Также Телефон обладает Хорошими углами обзора Единственное Что конечно Немного напрягает Вот эта часть Смартфона Нижняя Поскольку Здесь Она никак не задействована Ни сенсорным клавишем Ничем Получается лишнее место Которое можно было бы сократить Чтобы было удобнее Держать смартфон И был меньше Он в размерах Давайте послушаем Вроде лапса Со звуком Как мы видим Звук здесь прекрасный Из двух динамиков Прямо она На нас Что создает Прекрасное Как и громкое Излучение Так и Непрекрасное Исприятие Что ж Давайте Перейдем К камере К камере Здесь Самая Значительная На мой взгляд Она улучшилась В качестве Также В качестве Зума Улучшилась Лучше Четче Снимки Стандартные Здесь Приложение Камеры Супер Авторежим Вручную Аэроэффекты Портрет Стиле Можно Ложить Маску Видео В 4К Художественный Эффект Панорамный Обзор И так далее В принципе Можно еще загрузить Дополнительных Очень Очень Много Камера Одна из самых Сильных Составляющих Sony По настройкам Мы видим 23 мегапиксела С нашей стороны 5520х4140 В разрешении Плюс С нашей стороны 4х3 16.9 Те Кто любит Снимать Может Снять В разрешении 20 мегапикселей Дальше Таймер Автосъемки Распознавание Улыбки Фоксировка Чувствительность Измерения То есть Здесь можно Мультилицо Центр Точка Есть Стабилизатор Изображение Просмотр Распознавания Лиц Опять же Хотелось отметить Что в этой модели Клавиша Быстрого Фото Никуда Не ушла Она осталась Чуть ниже Ее смустили Значит Съемка Касанием Линии сетки Быстрый запуск Настройка клавиши Громкости Геометки Звук Тачблок Куда сохранять В принципе Модули Камера У Сони Одни из самых лучших Быстро Очень фокусируется Получается На мой взгляд Одни из лучших Снимки При этом Имеет много различных настроек И так далее Также для Битлесов Все будут довольны 5 мегабиксельной камерой Основной Тоже в хорошем качестве По Техническим Характеристикам Что можно сказать Можно сказать Следующее Что Дисплей Здесь поддерживает 10 касаний Одновременно Antutu Бенчмарк Показал На мой взгляд Хороший результат 46016 Тем самым Позволит нам Запускать Самые Образовательные игры И приложения И так Sony E6653 На Андроде 5.1.1.66 Используется Процессор Qualcomm Snapdragon 810 С графическим Искорителем Moderna 430 Шейн-дисплей Full HD 1080x1020 Камера Основной Он почему-то Приляет 8.3 мегапикселя Оперативная Память 13 гигабайта Чтобы комфортно было Использовать Различные Приложения 17 гигабайт Доступно Процессор 6-битный Восьмиядерный 2000 мегагерц Графический Искоритель Adreno 430 Можно Такту Частоту До 630 мегагерц Ну и Плотность Пикселей 480 пикселей Фронтальная Камера 5 мегапикселей NFC Здесь Присутствует Датчик Направления Экселерометр Приближение Освещение Компас Положения И гироскоп Также есть Барометр Линейного Ускорения Векторного Вращения Видим Интерфейс Очень плавно Работает Удобно Никаких Лагов Таких Что-то В этом Вроде Я Здесь Не заметил При этом Опять же Пальц Приятно Скользит По стеклу Что очень удобно В интернете Так Вообще Что-либо Пролистывать Неудобно Что-либо Посмотрим Как Будет Смотреться В таком Раннере Как Соник Dash От компании Sega Терран Здесь Персонаж Постоянно Бежит И Наша Задача Поделивать Препятствия Как В принципе Графика Незаурядная Сильно Ресурсов Не требует Здесь Основное Обрабатывание Тач Потому Что Со временем Скорость Увеличивается И Если Будет Какая-нибудь Задержка То Соответственно Не Не Обработает Нажатие Дисплей То Наш персонаж Столкнется С препятствием И так Не хочет Он Сразу Запускаться Не нравится Интернетом Подключение Хотя Игрушка Такая Примитивная Но Как мы видим Тоже Не Тоже Без Лагов Так Мы видим Графический Ускоритель По Максимуму Прорисовывает Картинку Даль Выглядит все Очень симпатично Персонаж Персонаж Максимально Сглаживается Четко Перемещается По Дисплею Куда Его Направляют И что Никаких проблем Не возникнет Тем самым Как мы видим Прекрасно Все Как и сам Загровой процесс Так и в дальнейшем Проблем с обработкой Нажать здесь нет Четко Красиво Посмотрим Как это все выглядит На асфальте восьмом Компании Геймлофт Кстати при игре Немного Идет нагрев Процессор В этой области Руки не обжигает Но Чувствуется Скажем так Опять же Обращу внимание Что легко Переключаться Перезалеченными Приложениями Что очень удобно И комфортно Когда Допустим У нас много вкладок В браузере Плюс некоторые еще Программы В фоновом режиме Говоря процессором Мощным И Для оперативной Памяти Легко идет Переключение Достаточно Быстрый Загрузок Что конечно Очень удобно И так Загрузился Асфальт Мы видим Он идет В максимальном качестве Видно Спецэффекты Мы видим Машина четко управляется Датчики четко Обрабатывают Картинка очень красивая Яркая Насыщенная При этом Графика прорисовки Очень хорошая Как вдаль Так и по текстурам Никаких проблем Здесь нет Очень Очень Удобно Скользить Под Стеклу Палец Мы видим Легко Непринужденно Без каких-либо Лагов Фрезов И так Подведем итог Компания Sony Он доработал Доработал Скажем Предыдущую Зат 3 И Ввел на рынок Данную модель Зат 5 Основное Его отличие От предшественников Это конечно же Процессор Так же Немного изменен дизайн Для удобства В использовании Micro USB Который теперь не под заглушкой Плюс Появился датчик Отпечатки от пальцев Который четко срабатывает Тем самым Облегчая доступ К нашему содержимому Нам И Сложен Доступ Тем кто хочет Посмотреть Что нибудь Плюс ко всему Матовое стекло Менее пачкается Выглядит Очень тоже Оригинально Немного сместились Клавиши И клавиши Питания На мой взгляд Она же Включение датчик Стало больше На мой взгляд Это удобнее При этом смартфон В принципе удобно лежит в руке Выглядит очень красиво Стильно 2900 мАч Конечно Аккумулятор Не очень Скажем так Самый Емкий Но Тем не менее Он поддерживает функцию Быстрой зарядки 2.0 Это позволит быстрее его заряжать Хотя Конечно Сама зарядка Не идет В комплект Но При желании Если он часто Разряжается Можно Приобрести отдельно А так Прекрасный дисплей С хорошим Яркостью Так же Прекрасный Как фронтальная Камера Так и основной С отличными Наилучшими Скажем так Возможностями Плюс Прекрасный Звук Из динамиков Телефонический При просмотре Фильмов Глипов И так далее Есть и радио И прекрасная Поддержка 4G ТЕ Сетей Основные Преимущества И недостатки Данного смартфона Большое спасибо За внимание Подписывайтесь на наш канал Комментируйте Задавайте вопросы Всего вам доброго До новых встреч